В настоящее время необычное для московских пенсионеров занятие стало настоящим трендом. В Еременко-Доджо стремительно набирает обороты совместный проект мэра Москвы и Российской национальной федерации карате Киокушинкай – Московское долголетие. Пенсионеры осваивают боевые искусства. Спортсмены серебряного возраста, занимающиеся карате, доказывают, что возраст не является преградой для достижения высоких спортивных результатов. Отдаваясь тренировкам, они развивают лидкость, силу и координацию, благодаря чему могут делать самые сложные технические элементы, включая шпагат и выполнение ката. Для московских пенсионеров, занимающихся карате, это не просто спортивное занятие, но и настоящий ключ к здоровью. Вы знаете, мне кажется, нам всем очень повезло, что мы попали в группу карате. На мой взгляд, это важно по нескольким направлениям. Первое, наверное, это физическая нагрузка. Мы очень много занимаемся физически. А в наше время, когда мы все-таки пенсионеры, мышцы все-таки перестают работать, они слабеют. И поэтому занятие карате нас, конечно, укрепляет и укрепляет наши мышцы. Первое, это физическая нагрузка. Второе, конечно, это познаватель. 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 Это работа для мозга. Потому что я вот так понял, когда занимался карате, что нужно уметь сочетать физическое упражнение с мозговым смыслом. Потому что, когда делаешь упражнения, ты должен понимать, что в это время делает правая рука, а что в это время делает левая рука. Что делает правая нога, а что в это время делает левая нога. То есть мы должны скоординировать работу мозга и наше тело. Это очень важно, на мой взгляд. И опять подчеркиваю, что в нашем возрасте вот такая когнитивная, я бы сказал, гимнастика развивает наши когнитивные, то есть познавательные способности. Это второе. Третье, конечно, что важно, это общение. Потому что здесь собрались единомышленники. Кто-то приходит, кто-то уходит. Но я считаю, в нашей группе, в группе каратистов, состоялся костяк. Люди, которые одержимы, им нравится сюда приходить, им нравится работать. И четвертое, это наш тренер, который создает нам условия. Наверное, это очень важно, потому что если бы не было тренера, я думаю, многие бы погинули. Все-таки мы люди пенсионного возраста, человек в хорошей физической форме, известный спортсмен, каратист. Он очень доброжелательно, внимательно помогает нам разобраться во всех хитросплетениях каратэ. Поэтому я очень рад, что я попал в эту группу. Желаю всем здоровья и хочу, чтобы еще к нам приходили люди новые, которые тоже получат массу удовольствий от нашей работы. Тренировки помогают укрепить суставы, улучшить баланс, что снижает риск падений и травм. Благодаря интенсивным упражнениям, пенсионеры поддерживают свое физическое состояние на высоком уровне. В группе Московское долголетие города Московский тренируются как мужчины, так и женщины. Федерация Киокушин создала программу тренировок «Московское долголетие», которая адаптирована специально для пенсионеров. В рамках этой программы проводятся занятия, где тренер обучает спортсменов серебряного возраста основным техникам каратэ, упражнений на гибкость, силу и выносливость. Особое внимание уделяется безопасности участников. В ходе тренировок используются специальные методики, которые исключают риск получения травм. Пенсионеры могут участвовать в интенсивных тренировках, не боясь за свое здоровье. Как и настоящие спортсмены, они изучают техники, проводят поединки и сдают экзамены на повышение пояса. Каратэ объединяет пенсионеров и делает их большой дружной семьей. После тренировок они проводят время вместе, пьют чай, общаются, делятся впечатлениями, отмечают праздники, получение новых поясов и радуются успехам друг друга. Таким образом, каратэ становится не только спортивным занятием, но и способом объединения людей, даря им радость от общения и совместной деятельности. Доброго здравия всем, ребята, девчата. Оказывается, жизнь начинается только после 60-ти. Вот у нашей каратэ в группе есть 80 лет. Какие активные, столбы вышибают. Спасибо долголетию, проекту долголетия. Спасибо Собянину, мэру Москвы. И я с первых дней открытия каратэ, когда абсолютный чемпион мира Еременко Александр вместе с нашим сенсеем приходил и открывал это долголетие. Вы не представляете, самое лучшее долголетие это в московском. Приходите. Тут тоже самая гимнастика, только с элементами каратэ. А позитива, вылетаете отсюда на крыльях, отвечаю. Эти пенсионеры, занимаясь каратэ, доказывают, что возраст не помеха активной жизни. Вот только что говорили, что в нашей группе есть человек, которому 80. Но мне через полгода только будет 80 лет. Я вот 4 месяца занимаюсь. Я не то, что довольная, я просто счастливая. Что появилось, что я оказалась в этой группе. Какие здесь хорошие девчата и ребята. И самое главное, когда я поначалу, после первых занятий, стала рассказывать об занятиях наших. Я сказала, у нас такой тренер. Даже если у меня ничего не получится, я просто буду приходить на занятия и смотреть, как вот этот настоящий чемпион выполняет и показывает нам все эти движения. Я получаю от этого сплошное удовольствие. Не знаю, может не нужно так говорить, но вот это есть. А второе, ну вот сидишь дома один и ждешь, когда этот вторник и четверг наступят. Скорее бы попасть вот в друзья. Вот это вот просто родная семья. Спасибо большое, Вадим Саныч, вам огромное. Такой мудрости и энтузиазму можно лишь позавидовать. Ведь, как говорится, здоровое тело – залог здоровой души. Московские пенсионеры доказывают, что старость – не повод для сидения на месте, а время для новых испытаний и возможностей. Еременко-доджи города Московский приглашает всех желающих на тренировке в нашу дружную команду «Карате Киокушинкай» программы «Московское долголетие». Спасибо Московскому долголетию. Приходите к нам заниматься. ОС!